В прошлом году Чувашская республика впервые участвовала в мероприятиях по снижению бедности. Несмотря на то, что из-за пандемии год был не самый благоприятный, службе занятости населения Чувашии удалось трудоустроить на постоянные временные работы порядка 40 тысяч безработных граждан. За этими цифрами стоят граждане, трудоустроенные в рамках оказания государственной помощи малоимущим на основании социального контракта. Около 1700 человек получили работу, 545 прошли обучение, Около 500 получили единовременную помощь на открытие своего дела. В этом году Чувашия снова участвует в программе по снижению бедности. Хотя в нее включены изменения и дополнения, важнейшим фактором, снижающим бедность, по-прежнему остается трудоустройство безработных граждан. Мы вновь в центре занятости. Сегодня в центре занятости города Чебоксар на учете состоят около 100 человек, заключивших социальный контракт. Половина из них имеет высшее и среднее специальное образование. Рабочими специальностями обладают 42 человека. Большая половина из них – женщины, порядка 60 человек. Часть соискателей, возможно, выберут профессиональное обучение, новые специальности или повысит квалификацию, уже имеющуюся для дальнейшего успешного трудоустройства. Но из граждан, которые готовы приступить к работе немедленно, для этой категории граждан мы подбираем потенциальных работодателей и приглашаем на ярмарку вакансий. Из безработных граждан, готовых к трудоустройству здесь и сейчас, в центре занятости формируется фокус-группы с приглашением к ним потенциальных работодателей. Мероприятия по снижению бедности чрезвычайно важны и находятся на особом контроле министерства. В этом году в рамках программы по снижению бедности планируется схватить более 2,5 тысяч граждан, в том числе трудоустроить более 1400 граждан, обучить около 800 граждан. Более 500 граждан получат единовременную финансовую поддержку при открытии собственного дела в размере 250 тысяч рублей и получат 100 тысяч рублей 150 граждан для ведения личного подсобного хозяйства. Популярны специализированные ярмарки вакансий для малоимущих, имеющих право на трудоустройство с господдержкой по соцконтракту. Я многодетный предпенсионер. Воспитываю троих несовершеннолетних детей. В марте прошлого года я встал на учет в Центр занятости по безработице. В феврале этого года я получил направление в Центр занятости для трудоустройства в троллейбусном управлении. Меня радует то, что Центр занятости помог мне с трудоустройством в рамках социального контракта. И теперь я дополнительно получаю к своей заработной плате более 10 тысяч рублей государственной поддержки в рамках этой программы. В трудоустройстве через Центр занятости заинтересованы и сами работодатели. Нам интересно участие в программе Центра занятости. Это позволяет пополнять и обновлять кадры и состав управления. Особенно ценно, что человек, принятый на работу через Центр занятости, получает дополнительное к заработной плате материальную помощь от государства, так называемые подъемные. Трудоустройство и занятость – важные условия для каждого. Это помогает человеку быть уверенным, самодостаточным и социализированным. Трудно переоценить трудоустройство для группы граждан, чей доход ниже установленного прожиточного минимума. Это одно из условий для того, чтобы поднять уровень семьи, их доходность. В прошлом году мы имели очень хороший, неплохой результат взаимодействия органов социальной защиты, муниципалитета, учебных заведений. И добились очень неплохих результатов, которые были оцениваны на федеральном уровне. В этом году мы будем продолжать эту работу в интересах граждан Чувашской республики, чтобы сделать это направление эффективным и востребованным. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика.